Сегодня в Красноярске с единственным концертом выступит Дмитрий Хворостовский. Билеты стоимостью от 600 до 1500 рублей были распроданы еще в августе буквально за неделю. Такая относительно невысокая цена обусловлена тем, что еще 4 миллиона рублей для приглашения артиста выделили из краевой казны. Приезжая в родной город, Хворостовский всегда зовет на свои репетиции студентов. В этот раз он не отошел от традиции и первыми знаменитого баритона услышали учащиеся музыкального колледжа. Дмитрий Хворостовский впервые выступит в большом концертном зале после реконструкции. В отличие от некоторых звезд эстрады, артист остался доволен его акустикой. Я вообще даже не представлял, что в этом зале можно комфортно петь. Потому что этот зал всегда был такой не акустический, а теперь он акустический. В общем, чем я вас, всех нас, вернее вас, я поздравляю. Зал немножко суховатая акустика, но я думаю, что она, в общем, звучит гораздо лучше не на сцене, а в зале. По-моему, так и должно быть. Дмитрий Хворостовский уже долгое время живет в Лондоне, к нам в город, приехал со своим соседом, известным фотографом. Так что в ближайшее время фоторепортаж из России появится в зарубежной прессе. Дмитрий рассказал, что успел побывать на столбах и съездил на смотровую площадку. А накануне вечером навестил в больнице своего педагога Екатерину Ёфель. Сегодня вечером поклонники услышат русские романцы в исполнении Дмитрия Хворостовского.